михаил сурнин нас слышит слышу слышишь михаил как у вас со временем час полтора не могли бы вы сейчас дать небольшую водную по теме эфир предыстория эфира это иное а когда идет импровизация спонтанно это смотрибельно и более качественно могу рассказать что как я это понимаю вопрос вопрос я понимаю так что с 1 июля 2012 года была объявлена мировая эфиродинамическая гонка просто количество и качество эфирных знаний достигло именно того уровня на тот момент когда можно было об этом говорить а вот на прошлой неделе в среду это было 30 30 ноября 2016 года можно говорить что эфиродинамика находится на марше я посетил один семинар посмотрел что там творится вот более того на следующую субботу намечена но я считаю это первая разминочная конференция по эфиродинамики в мгу я не исключаю что где-то вот наверное в начале следующего года до нового года конечно никто ничего не будет делать к марту они там проснуться будет я надеюсь первое эфиродинамическая конференция уже нашего времени которые ну как раз я так полагаю там соберутся действующие скажем столпы назовем их современной эфиродинамики можно будет двигаться дальше ну крайне случай они там хорошо поругаются между собой но по крайней мере посмотрит уже с новых позиций и снова времени и с новых задач вот причем все это абсолютно сочленяется с тем чем занимается глобальная волна ну как я поднимаю это дело то есть я не то что какой-то рьяный по городе глобальной волны я не против что действительно такие движения просто необходимо что действительно те самые новейшие технологии без которых будущее просто нереализуемо и конечно есть другая конечно технологии вернуться вот времена которые нам проповедуют те товарищи из игилов разных вот это тоже кстати решение на будущее какое из этих вот решений победит но я надеюсь что все таки то что близко глобальной волне а теперь о предыстории и вообще истории эфира ну можно сказать так что более или менее эфирные теории начались с начала 19 века более менее внятны то есть когда стали исследовать свет когда обнаружили явления которые характеризуют свет как интерференции всевозможные и фракция то есть волновые свойства то знаю что вообще для движения волны требуется среда в самом деле вот идет сигнал планчик который освещает меня между лампой и мной есть пространство между мной и камерой через которую вы меня наблюдаете тоже есть пространство значит свет который спускается от лампочки через что-то проходит соответственно свет который отражается от меня я сижу в такой слабо освещенной комнате во владимире поэтому я решил там свет не включает но лицо видно ладно вот то есть по крайней мере вопрос о том что свет имеющий вообще говоря волновые свойства он должен иметь среду какую-то для распространения этой волны какой среда ну и за совсем-совсем-совсем там исторических соображений была такая было такое понятие эфир ну это лучше посмотрите что так по этому поводу пишет владимир таким он занимался этими изысканиями вот и вот что-то получилось дальше в 19 веке никто в общем-то и не сомневался что эфир есть весь электромагнетизм максвайла был создан на этой идее когда он писал свои уравнения он ясно говорил вот у нас есть эфир вот он такой-то вот определить свойства эфира в те времена было затруднительно не хватило не хватало некоторых знаний для этого и вот наступил 20 век ну как известно максвайл когда он написал свои электромагнитные уравнения он придумал вариант эксперимента а как бы уловить нам эфирный ветер вот формально нам говорят вот неудачные неудачные эксперименты привели к тому что победили релятивисты эфир выкинули и так далее и так далее ну кто-то выкинул кто-то нет меня например есть копия книги меткевича одна тысяча девятьсот сорок шестого года эфирный поток называется свой фильм магнитный поток вот там меткевич просто говорит про эфир к сожалению меткевич к сорок шестому году ровным счетом не располагал никакими серьезными знаниями о природе эфира не располагалась поэтому вот как-то вот вставляете то есть вот про эфир можно было говорить но определить его свойства было затруднительно хотя уже в 19 веке например делались оценки на плотности эфирной среды вот она кстати была достаточно близкой к той которые получены владимира кимовича вот там что-то такое 8 на 10 минус 12 килограмм на кубометров такая в все равно это конечная плотность эфирной среды и так но дальше некоторые товарищи это связывает действительно с тем что физику пролезло очень много математик и вот они решили что зачем нам вот михаил вы знаете что такое эфир я знаю что такое эфир давайте я закончу николай не перебивайте пожалуйста технология такая то превратили свободный эфир опять в лекцию ни о чем задолбали уже значит так есть ведущий как только ведущий скажет чтобы я заткнулся я заткнулся а всякие слушатели пускай слушают или уходят хорошо а после как я закончу я буду отвечать к вопросу и так далее продолжайте я значит кому-то не нравится эфир кому-то нравится поймите я вот до этого я говорил пять минут назад об этом что здесь просто засилие вот так ну рогов там у него со своими там проблемой с психикой и с кругляшочками со своими но я не обращаю внимание на что я прошел хорошую школу физических форумов там публика куда пожестче значит мысль какая и так в начале двадцатого века примерно двадцатом годам как-то так получилось что эфир многим показался ненужным а потом как-то так молчком молчком его отменили я пытался найти людей вот который какой-то авторитетный физик философ и кто-то из этой публики сказал эфира нет знаете никто не сказал никто не взял на себя ответственность что эфира нет вот такой эфир эфир это та самая среда которая материальная среда которая заполняет вот то пространство которое нас окружают мы находимся на земле эфир у нас находится где между вот воздухом до молекулы воздуха есть в нас внутри полно этого эфира если мы выйдем за пределы за пределы нашей планеты попадаем в так называемый вакуум даже не пустота одни это материальная среда имеющие свойства частности свойства она под позволяет распространяться радиоволнам это среда позволяет ну свету и тогда она эта среда позволяет распространяться гравитации ну и так далее и так далее вот а дальше стоит задача если мы как только мы признаем существование эфирной среды как материальной среды значит и жестокий материалист как вот говорил на прочь на прошлой лекции тот же суковский картезианец то есть если есть свойства то вы не положь давайте лезем внутрь и смотреть откуда это свойство взялось там этих пробоков там и так далее нет ребят это все идеализм а то еще и солипсизм в том смысле что мы живем в матрице или мы сидим значит в жерле как он кого-то который нас пережевывает она все это кажется то что мы видим значит был такой момент когда эфир вроде как даже из научной среды ушел добыли эксперименты в 1925 году эксперименты по поиску эфирный ветер наконец закончились успеш успехом дейтон миллер он дейтон колорец миллер все-таки залез на гору маунт вильсон затащил туда тяжеленнейший обалденных размеров интерферометр и нашел эфирный ветер нигде не я не прочитал про его ассистентов они безусловно были ассистенты рабочие и так далее но тем не менее он это сделал он была за там знаменитая конференция где великие умы обсуждали там кстати инштейн был они там были все пообсуждали разбежались вот и как-то так забыли про эти эксперименты и вот и вот наступили 70-е годы а точнее наступил 68 год 1968 год значит я бы сказал я все таки располагаю сведениями теми которыми я располагаю если вы зайдете если у вас есть энная сумма в долларах то потратьте ее с умом и вообще есть у вас есть заметная сумма денег вы можете потратить ее с умом а именно отправиться в интернет магазин amazon.com и накупить там книжек про эфир дело в том что я не знаю как там в америке это у нас там наши эти придурки из академии наук все до сих пор с эфиром борются вот это у них нет академии наук в америке к делать ух уж у них там книг про эфир написано невероятное количество исторические современные нашел книжку одного современного автора издана в этом году шестнадцатом году как раз по эфирному ветру с его экспериментами вот о чем это говорит о том что там у них народ тоже не спит вот а то что мы как-то немножко от них оторваны но это связано с некоторой нищеваться конечно вот и ну скажем с тем что действительно у нас вот есть академия наук который занял такую жесткую позицию и так наступили конец шестьдесятых годов примерно в шестьдесят восьмом году молодой подающие надежды виктор владимирович демьянов слышали таком конечно не могут работать в каком-то химическом институте кто в обнинске или где-то там от тех краях вот решил каким-то значит макаром воспроизвести эксперименты вот этого по определению эфирного ветра он взял и построил самый настоящий интерферометр по схеме маккельсона да еще не один а несколько вариантов естественно сделано современной базе но для того времени никаких этих бегающих товарищей вокруг интерферометра не надо было он поставил телекамеру который все это фиксировал все эти сдвиг и он обнаружил что до эфирный ветер есть вот но как только товарищ демьянов сделав это открытие по сути до того времени хотя все это до него вот значит 68 там за 40 лет до него все это было известно оказывается что значит и теория относительности надо ее к чертовой матери заканчивать потому что она вся держится на отсутствие эфира и эфирного ветра как такового вот ну и чем закончил демьянов а тем что в 1973 году его с позором конечно а с треском выгнали из системы академии наук 73 год взяли подписку на 30 лет чтобы он не смел чтобы не смел публиковать свои вот эти наблюдения что он и сделал он ушел из академии наук ну и система академии наук перебрался в в новороссийск и там делал свою научную карьеру вот он там был замом по науке потому что называется но к сожалению номер недавно и но тем не менее он написал некоторое количество книг из 2003 года когда закончился 30-летний срок его вот этого научного заточения поэтому я говорю товарищ у меня к академии наук никакого уважения нет эти говнюки запретили публиковать работы демьянову и мы об этих работах смогли узнать только после 2003 года вот так никаких иллюзий не питайте вот идем дальше значит всеми с третьем году он заткнулся и вот как я говорю только с 2003 года стал публиковать свои работы кое-какие работы есть на библиотеке фирма ну в 1 1974 году владимир акимыча цикловский феврале 73 года издал свою первую работу пожалуй и последний в в научном журнале журнал был советском издавался как мы знаем западной германии в западной германии вот на немецком языке и там он как раз вот написал эту работу эта работа на сайте эфирный ветер есть вот так что можете там найти почитать если знаете немецкий язык но можно ее перевести кстати эту работу никто по моему сроду не переводил на русский язык и так значит всеми с третьем году владимир акимыча цикловский выдвинул все эти идеи которые вы дошли уже до нас в более зрелом виде в 1980 году он уже написал монографию по этим работам своим и в те времена издаться было невозможно и он нагло никого не спросясь всем так рекомендую действовать нагло и никого не спросясь пост старухина молодец нагло и никого не спросясь организовал глобальную волну так вот и отцуковский 1980 году депонировал свою монографию винити это такая значит была организация она сейчас есть кстати который собирается со всего света всякую информацию там можно будет что-то поискать такие толстенные журналы издавались с подборками всяких статей по всем отраслям знаю я смотрел видел конечно это сумасшедшая работа и там что-то найти вообще говоря тяжело ну вот он обошел там все препоны ему помогли у него тогда уже были друзья вот дел депонировал в обход всякого научного начальства ну в конце концов правда научное начальство возмутилась узнала вот и по моему эту рук все-таки тут как-то выкинули но текст это руб все сохранился и монография он кстати тоже есть на сайте эфирный ветер ну а дальше пошло-поехало дальше так сказать были разные времена восьмидесятые годы там появилось новое поколение эфирчик я буду про наш в основном появились кстати вот есть такой стефан рада тоже может это неплохой эфирчик но опять они понимаете они действуют по-американски в том смысле что вот есть ты хочешь что-то узнать есть книжка знали издать книгу вот отправь ее в магазин ночь в издательство магазин если вы хотите узнать что сказал автор купите и вот поэтому его ребята потратьте имеющего средства но во славу эфир и динамики вообще-то сказать науки на приобретение вот этих книжек частности на амазоне список можно будет составить естественно идем дальше и так восьмидесятые годы как-то прошли но в девяносто третьем году когда цуковский понял что так что-то не то все ребят все не то не то не то девяносто третьему году у нас произошло несколько событий значит девяносто первым году в конце девяносто первого года у нас распался советский союз это сложные события сейчас не будем обсуждать а в девяносто третьем году цуковский издал первое издание книги эфирный ветер что сделал он решил преодолеть заговор вот этих законченных говнюков из академии наук в частности и издать доступные по крайней мере ему работы по эфирному ветру вот и издал эта книжка есть но даже у меня есть вы представляете что эта книга есть даже у меня вот а другая книжка которая вот с таким же названием была издана по моему в одиннадцатом году она стала уже вы раза в два потолще потом ночью вошло вот вот пожалуйста причем заметьте он цуковский это издал не просто так а в официальном издательстве энергоатом издат солидное достаточно было в советские пока не времена и в те времена издательство научно вот то есть он взял это вот издал все хорошо то есть на русском языке впервые появилась литература не то вранье которое нам подсовывали наши ученые а реально то что было вот написано теми людьми по тем экспериментам более того когда мы говорим об экспериментах двадцать пятого года на горе этой маут визу есть такой кейсовский центр собственно которые финансировал работы миллера вот кейс это богатый человек вот он поддерживал тогда сейчас наверно какие-то его там фонд на какой-то существует я не знаю как там финансированный стороны вот короче в этом кейсовском центре библиотеки сохранились архивы миллера до них можно добраться реально вот то те записи и того которого пережевана статья а те записи реальные которые делались но тем же миллером его помощниками на реальных экспериментах все есть но нужно немножко американских денег сам недорого по их понятиям по нашим пожалуй после особенно девальвации которые нам подарили наши власти ну это друговато оказывается идем дальше итак девяносто третий год вот наконец товарищ ацоковский издал вот это он там продолжал разрабатывать естественно свою теорию дальше 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 и вот те же 2003 году ацоковский написал вот эту книжку так называемые зеленые книги по эфиродинамике ее текст тоже есть на сайте эфирный ветер это 2003 год лично я познакомился с эфиродинамикой ну будем так считать 2005 году до этого я вообще тем не занимался вот мне попалось я так сказать но определенным путем вышел на цуковская узнал про это прочитал понял что это да это ближе к истине чем то что нам подсовывать наши эти официальные ученые и так но в 90-е годы вот эта книга о которой я вам уже говорил эфирный ветер библиографическая редкость тираж полторы тысяч экземпляров неплохо правда вот говорю книга 2011 года она там потолще так издана переводы там лучше потому что в переводах участвовал карач чертанов аккуратно они вместе с ацоковским перевели все и так вот эта книга эфирный ветер в 93 году или 94 примерно попала галаеву юрий михалыч из харькова харьковский ира вот которые чем занимался сам понимаете вот есть передатчик это будет передач есть приемник отсюда сигнал передает сюда дует вода капает капает давление меняется меняется облака то еще время года подстилающий поверхность он занимался вариант распространением изучением распространения радиовол в частности миллиметровых и обнаружил что все хорошо да чет не хорошо возникает какой-то фактор который ну никак не укладывается него что и тут ему попалась эта книжка эфирный ветер и будем считать что на его счастье он прочитал и понял что он своих экспериментах наткнулся вновь вот с двадцать скажем пятого года на он обнаружил эфирный ветер в радиодиапазоне использовал 8 миллиметровый диапазон там просто есть окно прозрачности в атмосфере который все используют вот но потом ему это показалось мало он сделал уже оптический интерферометр по своей схеме он взял интерферометом забыл фамилия тоже товарищах надо его фамилия вот то есть там труба главное то есть есть труба есть общих вот то есть вот когда вы поворачиваете интерфером то с трубой то там можно создать определенную теорию работы это интерфером что кстати галаев и сделал он создал рабу теорию работы интерферометра вот по этой своей схеме но на основах эфир и динамических это один и одно кстати из практических применений эфир и динамики когда вот тут никто и товарищи говорят инженерные составляющие инженерные составляющего там инженерная составляющая интерферометр описан как он там устроен что надо делать формула все есть его можно пересчитать естественно этот интерферометр по этим формул и т channel тертилиные. Как вариант по схеме Галаева. За космической погодой наблюдать. Ведь наши метеорологические службы меряют все, что угодно. Но состояние эфирного ветра вокруг Земли не измеряя. И эфира же нет. Нет. Вот так. Так, сейчас я только часы возьму. Когда администратор решит, что мне пора заткнуться, я, конечно, тут же остановлюсь. Итак, мы подошли примерно к началу нашего века. Итак, здесь уже Ацуковский работает. Здесь появился Галаев. Ну, Ацуковский, он, собственно, чем занимался? Он занимался тем, что активно просвещал народ. Вот он в Политехническом музее, у него там куча лекций. Их можно найти по интернету немеренно. Он пытался организовать эфиродинамическое движение, но по ряду причин у него ничего не получилось. Тогда. Ну, сейчас это отдельный разговор. Сейчас уже, кстати, смена эпох и вех произошла. Итак, эфиродинамика на марше. Ну, значит, где-то с пятого года тут начал я действовать. Скажите-ка я от себя. Дальше пойдет полная отсебятина. Значит, я считаю, что эфиродинамика вовсе абсолютно не ограничивается одними работами Владимира Акимовича. У нас есть целая плеяда, я бы сказал, различных ученых, которые так или иначе чего-то делают в этой области. Я, понимаете, скажу так, значит, я исхожу только из физики, я исхожу только из того, что люди занимаются тем, в той или иной степени эфиром. Так или иначе. При этом они под эфиром могут понимать не всегда то, что понимает Владимир Акимович. Ну и что? Значит, это мне позволило, ну, в принципе, уже к 2012 году, а чуть попозже, а сейчас уже в более таком развитом виде, я говорю, что, ребят, у эфиродинамики, то есть это все я называю эфиродинамикой, это название, которое, ну, видимо, первым придумал Владимир Акимович. Вот, ну, когда вот я был на этой вот прошедшей неделе, например, сразу на семинаре, скажем, где Михаил Яковлевич Иванов докладывал, ну, по сути, он докладывал свою эфиродинамику, но для людей с тонкой нервной системой. Знаете, у нас очень много, особенно в Академии наук, людей с тонкой нервной системой. Вот, когда, значит, они хотят делать то, что они хотят, они делают, что хотят. А когда надо делать то, что стране нужно, их хрен заставишь это делать. Вот. И получается, что, значит, эфиры они не признают, это они не признают, у них там в голове только эти самые хирши разные, вот, индексы разные. Главное, чтобы попасть, они там раньше разными членами тела мерялись, а теперь в ученых средах меряются вот этими индексами. Там хирши, там кто-то еще есть, и там штук пять этих индексов. Ну, примерно три более или менее такие, там, импакт-факторы, о, Господи, чем люди занимаются. Вот, их при этом совершенно не интересует, что, например, страна в кризисе находится, в нормальном экономическом кризисе. Да плевать. И нам, да, и вот, чтобы мы там что-то исследовали, и статейки писали в журналах. Больше их ничего не волнует. Ну, да ладно. Итак. Так, значит, я затрекся. Ну, хорошо. Значит, в 2012 году я написал письмо. Рогозину. Кстати, вот товарищ Старухин тут, он присутствует. Вот он у меня тут рисуется. Значит, я докладываю. Так, это будет ставка. Ответ. Тут недавно товарищ Рогозин ездил, как вы думаете, куда? Кто-то вообще политикой тут смотрит, интересуется. Он ездил в Латинскую Америку, а именно в Венесуэлу, в Никарагуа и на Кубу. Ну, это наши друзья такие, достаточно стойкие в Латинской Америке, несмотря ни на что. Кстати, вот буквально несколько дней назад был праздник в Никарагуа. День дружбы с Россией. Ну, представляете, что в мире есть страна, у которой есть официальный государственный праздник, День дружбы с нами. А мы такие балдуем. Так вот, после этой поездки Рогозина я сделал вывод, что следующим президентом в 2018 году будет Рогозин. Дальше думайте, что хотите. Почему и так? Итак, в 2012 году я написал этому самому Рогозину письмо. И представляете, ну, как раз про эфир динамик. И представляете, что случилось? Меня отправили, пригласили в «Цене и кометы». Есть такой ящик, который делает всякие там разные системы наблюдения за супостатами. Я им лекцию по эфир динамик читал. Конечно, из этого ровно еще там ничего не получилось. Они все заняты своими делами, но тем не менее, видите как. Это, значит, теперь к вопросу, а дальше, да, началось у нас движение. Значит, появился Михаил Яковлевич Иванов. Как раз где-то к 2012 году он уже создал свою вполне эфир динамическую теорию. Ну, он, так сказать, она совсем не слаб иная, чем у Ацуковского, но тем не менее, это абсолютный эфир динамической теории. Дальше, вот в прошлом году я делал доклад, я насчитал не менее 20 таких более или менее заметных эфирных динамических теорий, эфирных теорий скорее, на русском языке. Ну, на иностранных я там перечислил, тоже, наверное, не меньше 20 штук. Вот. Ну, там в основном они, конечно, издаются на английском языке, но есть французы, есть немцы, есть. То есть, народ немножко работает. То есть, мысль такая, что вот, все-таки эфир динамика развивается и не только в одних трудах Владимира Акимовича. Надо это иметь в виду. Вот. Если вы хотите все-таки разобраться в этом деле, ну, конечно, я понимаю, есть библиотека Ивана. Вот я так для первого, насколько на эту проблему создал библиотеку эфир динамики. Ну, хотя просто можно посмотреть диапазон, что там вообще существует в этом мире. Хотя она здорово отстала, конечно, уже. Ее надо переделывать, эту библиотеку дорабатывать. Вот. И не далее, как три недели назад, я обнаружил еще одну группу эфир динамиков. Это, кстати, МГУ. В МГУ при семинаре Бычкова пришел такой, значит, товарищ Зайцев. Вот они вместе с Бычковым разработали, по сути, новую, ну, не то что эфир динамику, а они применили теорию сплошных средств. Ну, не пугайтесь такого. Название ничего там, собственно, нет. Это, скорее, обычно применяют при определенной, так сказать, теоретический подход при описании, ну, например, жидкостей. Ну, газа в какой-то мере. Хотя, в газу, кстати, вот Михаил Яковлевич и Иванов, как раз с газами, это лучше всего вне Академии наук, это вот СИАМ. То есть, авиаторы, они так или иначе имеют дело с газами. И внешняя у них газодинамика и внутренняя для двигателей. И вот они разработали, применили эту теорию вот этих сплошных средств. Это ничего страшного. Посмотрите, вот в Яндексе где-нибудь там, на какой-нибудь Википедии найдете, что там такое. Вот, все просто. Вот они взяли там какие-то параметры, применили эту теорию к эфирной среде. И у них получилось, по-моему, очень даже хорошо. Кстати, докладываю, они показали, что на базе этой теории сплошных средств очень даже можно делать БТГ, о котором на глобальной волне, наверное, мечтает каждый второй, но не понимают, с чем они имеют дело. Так вот, я докладываю, что, с одной стороны, есть подход к БТГ, допустим, ну, теоретически, у того же Ацуковского, который вывел его на вот эти вот, а-ля Тесла-генераторы, есть подход, вот теперь у нас второй подход, с точки зрения Бычкова-Зайцева. Они показали, вот я посмотрел, их теория, совершенно формально-математически, ложится очень хорошо на теорию Ацуковского. То есть, их надо, конечно, там свинчивать, дорабатывать. Ну, это сделало мне, в общем-то, это обстоятельство, дало мне возможность утверждать, что эфир и динамика на марше. И именно после этого, как прозвучал доклад Бычкова, ну, там два автора, Бычков-Зайцев, докладывал Зайцев, вот, Бычков сказал, мы будем проводить первую конференцию, посвященную, эфир и динамическую, по сути. Он там, посвященную, ну, есть такой Буртаев Юрий Васильевич. У меня работа его есть, не все. Две книжки всего у него. Ну, вот, например, такая книга, вот такая. Вот, это, ну, конечно, трудные тексты, был собрал очень много данных. И если грамотно применить, то это, конечно, некоторый повод для того, чтобы свинтить его теорию с эфир и динамикой. Вот, вот будет конференция, то есть эфир и динамическая конференция, посвященная его юбилею. А вот, как я сказал, где-то в начале года, Бычков предложил провести первую эфир и динамическую конференцию. Ну, понятно, что в МГУ он сделать не может. Его там затопчутся. Ну, зачем дразнить гусей? Зато они создали мудрейшее. Вот, кстати, здесь надо вот подумать, может быть, и глобальной волне. Мы, я не знаю, как-то додумались до ее статуса этого юридического. Короче, они организовали некоммерческую организацию под названием «Физическое общество имени Столетова». Вот, все, ребят. Теперь, значит, на самом деле физическое общество, оно может проводить, в частности, конференции. И вот, судя по всему, именно первая такая эфирная конференция будет, вот, что сказать, под гидой этого общества. Так, пойдем в итоге. Итак, эфир динамика на марше. Я это вижу так. Вот, бог с ними там. То есть, те работы, которые начаты в наше время, ну, в наибольшей степени здесь, конечно, я просто лучше всего знаю то, что сделал Владимир Акимович. Так же получилось исторически. Но и другие авторы, которые так или иначе продвигают это дело, вот, дает нам возможность надеяться, что это станет, наконец, настоящей физической отраслью знаний. И, что сюда пойдут уже не просто вот, ведь как все делают, как только объявят, эфир есть. В этом направлении побегут всякие ученые, и все будут орать громче всех. А вы помните, что в однотысячелохматом году я же об этом уже писал, я был первым, ну, и так далее. Ну, суть не в этом, конечно, кто был первым. Мы, я надеюсь, будем знать, кто там первый. По крайней мере, заслуга таких известных людей, как тот же Владимир Акимович, как Михаил Яковлевич Иванов, вот, Абуртаев. Вот. Дальше я могу показать вот то, так сказать, вот, например, такая книжечка. Понимаете, вот, сразу не поймешь, правильно, а что, ближай, какой-то агастом и так далее. А это, по сути, перевод всей системы физических размерностей на новую механическую основу. То, что должно быть одной из составляющих, вот, движение, эфир динамики и вообще классической физики, ее применение уже на новых... до нового уровня. Ну, ладно, давайте на этом остановимся. Я готов к вопросу. Можно задать вопрос? Вот наша, та самая вещественная барионная материя, это состояние эфира или же что-то другое? Ну, здесь, понимаете, какая штука. Давайте подойдем двояко. Во-первых, что такое эфир? И что такое, значит, вот, если мы возьмем чисто работу Ацуковского, он говорит, вот, эфир, он обладает вот такими-то параметрами, вот, таблица параметра, да, чисто эфир. Так, но с другой стороны у нас есть, например, работа того же Михаила Яковлевича Иванова, который говорит, что в эфире, ну, не просто так, а экспериментально на эфирном уровне обнаруживается еще одна фракция эфирная, которая связана с микроволновым космическим излучением. А кроме того, вот, ту работу, которую я вам показал, вот, того же Буртаева, да, он нам о чем говорит? О том, что строение, кстати, у него те же картинки, у него там действительно все те же самые вихри, вот, ароиды, но более сложные. Вот, хотя, если посмотреть, они сродни тому, что говорит Ацуковский. Вот, то есть, в этом плане, это да, это эфир, то есть, не из чего другого создавать нам вот эту, ну, скажем, нейтроны, протоны, электроны и так далее, это вещество. То есть, это суть движения эфирной материи. Но, я бы сказал так, что, коль скоро мы уже сегодня, я смею утверждать, видим как минимум два уровня эфирной материи или фракции. Вот был какой-то доклад, я забыл, фамилия это автора, он явно сказал, что вот эфир, это вот такая многофракционная среда. То есть, если мы заходим глубже там какого-то уровня, там уже всякие эфирные штучки начинаются. Вот, то есть, сказать точно, какие движения этой эфирной материи и какой именно, как она там конкретно, это движется, и как движется, так, сегодня мы не можем. Значит, первое приближение заключается в чем? Это тороидальные структуры у протона, нейтрона, электрона. Но, уже надо смотреть, а какие там реально вихри. Значит, выделяются два уровня, это тороидальная и вот эта вот кольцевая структура. Но, вот, недаром тоже Владимир Владимирович говорил, вот смотрим на Маковке этих церквей, там еще есть вот эти вот такие вот заворота, вот, ну, по крайней мере на храме этого Василия. То есть, да, мне попалась теория о множественных вихрях, то есть, тут на самом деле, видимо, более сложная структура движения и просто движения эфира, и фракции эфира, вот в этой материи. Да, 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 вот именно про фракции, вот тут с эфиром-то какая сложность у меня, непонятка. Если все, как бы, ну, подобно, да, вот у нас в той самой барионной материи у нас есть агрегатные состояния, это вот фазовые переходы между ними, то, значит, аналогично я должен подразумевать и на эфир. Но тогда какой мы эфирный ветер хотим замерять? В какой структуре? Ах, вот в том-то и дело. Например, читаю я статью Клюшин-Пестуев, они мне ее прислали, они, ну, скажем так, боялись Владимира Акимовича. Он рассказывал, как его там, ну, один тоже автор эфирной теории боялся, ужасно почему-то. Вот, они тоже, видимо, вообще-то боялись и прислали работу мне, чтобы я ее показал Владимира Акимовича. Вот, но это было давно, но они говорят так, что вот то, что находится в ядре, это жидкая фаза эфира. Вот, скажем, они посмотрели те плотности, уровни плотности вещества, ну, скажем, внутри того же протона. Ну, поэтому, да, почему мы не можем говорить о агрегатных состояниях внутри эфира? То есть, когда тоже Владимир Акимович говорит о амерах, он их называет одновременно эфирные молекулы. То есть, вот он вывел, вышел на уровень этих эфирных молекул, ну, по крайней мере, как он вышел, он шел своим путем, и вот наткнулся на этот уровень. А вот Иванов наткнулся на совсем другое, другие эфирные молекулы, которые, кстати, с точки зрения подхода Ацуковского, это как пыль, как более крупные частицы, которые вот находятся в среде тех более мелких. И вообще говоря, там такая каша должна быть, судя по всему. И не даром вот тот же Буртаев, он когда это понял, он вообще не полез туда, он не стал разбираться с этим. Он просто вот вытащил из свойств, которые нам известны сегодня, некоторые свойства, там у него порядка пяти свойств, ну, более-менее физических, в принципе, они существуют, никуда не деваются. Вот, и на их основе уже строил свою модель бесчастичного эфира. То есть, эфир в определенном приближении можно рассматривать как единую, так сказать, не структурированную какую-то вот среду. Что-то он такой, как кисель какой-то. Пока мы туда не влезли и не увидели отдельных этих молекул, там, воды, киселя, там, что-то еще, и плохо, значит. Как-то вот так пока получается. Что ж, спасибо, Михаил, очень, ну, вот, можно сказать, академический час вы так осилили, прямо вот складно, и оговорили, не готовились. Нет, ну, это все я знаю так. Очень хорошо. У меня есть вот какой вопрос, если позволите. Смотрите, дело в том, что сейчас лично я вижу, что есть люди, которые больше хотят технологических каких-то нюансов. Ну, например, вот сейчас, кстати, написано, сейчас я зачитаю даже одного человека, который, к сожалению, достаточно труслив, чтобы зайти в прямой эфир и голосом сам спросить, поэтому пользуются прокладками типа меня для того, чтобы задавать вопросы. Поэтому я тогда сейчас зачитаю. Сейчас только найду, к сожалению, это вот пробегает. Значит, Михаил, вопрос. Это Виктор Журавлев. Ну, короче, Журавлев, видимо, он был, так хитро написал. Максим, Михаил, вопрос. Из всех рассмотренных вами теорий, в какой вы могли бы выделить реальный чердеж или схему бестопливного генератора? То есть я сейчас выделяю человека, который говорит, дай дрын, дай конкретные схемы. Вот ты ученый, вот что ты считаешь? Ну, вот я надеюсь, я правильно понял его мысль. Ну, я понимаю. То есть нормальный инженер говорит, вот, ребята, так сказать, жил, был там, скажем, какой-нибудь, ну, например, изобретатель паровоза, который каким-то образом его изобрел. Так? Ну, потом появилась некая теория. Вот, правда, там были и другие теории уже к тому моменту. Кое-что знали про газодинамику и так далее. Вот, а теперь, говорит, вот все, что вы знаете про эфир, а расскажите-ка, как из этого эфира добывать энергию. Я скажу откровенно, я не знаю. Но что я знаю? Во-первых, что такое БТГ? Вот я был на семинаре в Институции Дружбы Народов. Вот, кстати, там есть записи, вот такой есть сайт, я сейчас дам ссылку на него. Я рекомендую туда всем любителям чего-нибудь такого вот, Леннур. Так, в Йокспорк сейчас. Что-то не набирается. А вот, Леннур. Не хватает производительности. Все, ПЛМ. Я во Владимире, у меня тут компьютер дохренкий. Я не смог сюда привезти. Давай, щепал. Сейчас. Черт, бить. Щепал. Я к чему? Я тогда пока вы ищете... Да нет, я его пытаюсь набить. Я пока немножечко это самое тогда продолжу мысль, чтобы у вас полная картина моего вопроса сложилась. То есть я сейчас привел пример людей, которые хотят вот конкретно, да, такого инженерного мышления, технического. Они не способны, к сожалению, следует на проблему шире. С другой стороны, есть мнение, вот использование эфира в качестве источника энергии – это только лишь одна маленькая часть, да. Эфир мы можем, зная его свойства, зная его принципы, можем использовать в других областях. Как-то возможно медицина, как-то возможно продление жизни. Ведь знание законов мира есть реальная магия, перефразирую, так сказать, известное крылатое выражение. Вот. Вы, как человек, занимающийся эфиродинамикой, какие видите перспективы? Помимо вот конкретных схем, а вообще? В общем, это более философский вопрос, я пытаюсь... Я понимаю, правильно. Ну, почему философский? Это практический вопрос. Связь. Сверхсветовая связь, я вижу. Значит, более того, эксперименты Козырева, Ягановой, они показали, что такая передача сигналов реально существует в природе. То есть, они принимали... Козырев конкретно принимал и Яганов, кстати. Ну, он там с сотоварищами, конечно, был. Они принимали сигналы от звезд, и конкретно Яганова принимала сигналы от Солнца, который быстренько, куда быстрее, восьми минут, добегал до нас от Солнца. Ну, до Земли, от Солнца. Вот. Я вижу связь. Я полагаю, что... К этому надо стремиться. Как выглядит генерал, как выглядит приемник? Ну, был первый приемник, так, на уровне Кагерера Иванова. Ой, Иванова. Попова. Как мы помним, товарищ Попов в своем первом грозоотметчике использовал Кагеререр. Можете посмотреть, что это такое. Вот. Это очень тоже великое достижение человечества. Ну, потом придумали вместо Кагереров полупроводниковые диоды. Ну, обычно Селен использовали. Вот. Работало. Потрясающе. То есть, еще раньше радиоламп был. Потом были уже радиолампы. А на этом были вот эти полупроводниковые диоды. Так вот, связь. Ну, говорит, что надо, конечно, найти приемы генерации. Пока в качестве генератора используются массивы звезд. Ну, кому... Не, ну, в принципе, конечно, там, радиоастрономам, каким-нибудь искателям чужих галактик, галактик этих инопланетян. Значит, инопланетян, наверное, это интересно, ловить те сигналы. А вот, чтобы самим передавать, с генераторами у нас плохо. Единственным генератором, который я знаю, это генератор Колпакова. Он взял кавитационную ячейку, обыкновенная кавитационная ячейка, и стал ее, значит, вот, кавитировать на некотором расстоянии, небольшом. Вот, стандартная лаборатория, 3 метра. Дальше трудно там, не развернешься. Вот, они поставили приемную аппаратуру. Был поставлен датчик Козырева. Я все долго разбирался, думаю, что же за козырь, что за металлопленочный какой-то там резистор. Это все-навсего обыкновенный резистор МЛТ. Вот, значит, мощностью 0,125 Вт, который включался, ну, в этот самый, в мостик. Там у них какой-нибудь микроамперметр. Ну, вообще-то говоря, никто не мешал туда какой-нибудь осциллограф воткнуть. Вот, я тут проделал эксперименты, и в качестве радиоприемника стал использовать обыкновенный осциллограф. То есть построил антенну, и прямо с него на осциллограф подаю сигнал. Черт побери, отлично, ребят. Ну, это, кстати, подсказал Владимир Акимович. Вот. Я там какой-то этот самый СДР-приемник использовал. В общем, такая тягомутерная была. Говорит, что ты делаешь? Вот, осциллограф. Хочу видеть, сказала. Увидел. Вот. Так что, связь. Дальше. Медицина. Не далее, как в этот понедельник будет какая-то в Москве конференция, посвященная всяким геопатогенным делам. За вопросами к... Это, кстати, вот может быть и Ярославу это будет интересно. Но это с вопросом Владимира Акимовича. Он мне об этом сказал, а я уехал в Владимир. Вот. Мне, значит, надо немножко отдохнуть неделю. Я немножко устал в Москве. Заработался. Вот. Там, да, будут обсуждать вот этот вопрос. Геопатогенных всяких вещей. Дальше. Это, ну, тоже это вопрос и медицина одновременно. Вот. Дальше. Исследование аур человека. Но аур не только просто вот на... Без всякого понятия. Представим себе все-таки ферродинамическую картину. Аура. Вот. И действительно выяснилось, что у каждого человека своя собственная аура. Ну, я так полагаю, что она меняется, естественно, и с возрастом, там, и с обстоятельствами. Некоторое время назад, а именно, кстати, примерно в это время, дело было в девятом году, я снимал ауру. Свою. Интересно получилось. Вот. Да, видимо, все было правильно. Некоторые моменты, так сказать, как я себя воспринимаю, я в этой ауре обнаружил. Так, дальше. Ну, это вопрос, опять же, медицины. Теперь. Ну, все хотят добывать энергию. Как добывать энергию из эфира, я не знаю. Ну, что я знаю. Вот Росси. Вслед за ним Пархомов. Кроме того, есть еще целая группа. Вот на этом Леннер СПЛМ Ру. Вот. В чате есть эта ссылка. Прогуляйтесь, посмотрите, что там по этому пишут. Значит, считается, что, видимо, Росси все-таки что-то получил. И достаточно устойчиво. Есть вопрос экспериментальной отработки, а есть вопрос технической отработки. Как собрать установку, чтобы она реально работала в реальной среде, чтобы ее можно было обслуживать. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. По крайней мере, обнаруживается, что если применять определенные вещества, нагревать их определенным образом, то получается практически выход энергии. Вот. Дальше. Двигатели малой мощности. Не далее, как четверг прошедший. Михаил Яковлевич Иванов докладывал и показывал, что есть такая гравица по... Нашетом, товарищ, Шоэр или что-то такое. Вот. Значит, они взяли так некую вещь, туда подают электромагнитное излучение, но и СВЧ. Вот. И это создаёт тягу. Небольшую, но вполне заметную тягу, которая... Ну, всё экспериментальные образцы, конечно. Тягу, которую можно использовать, ну, например, в космическом пространстве. Если вы... Ну, технология понятная. Если вы принимаете энергию от Солнца, преобразуете её в электричество, преобразуете её во что-то, в частности, в СВЧ излучение, подаёте на эту крови ЦАПа, вот она создаёт тягу. Ну, Иванов Михаил Яковлевич создал так называемую банку Иванова. Ну, я решил, что её надо переименовать в грави ЦАПу Иванова, и там ещё есть у неё Цветков и Белов, по-моему. Вот. Ну, скажем, пока в грави ЦАПу Иванова. Что они проделали? Какой эксперимент? Банка Иванова. Замкнутая банка, из которой выкачан воздух, насколько возможно. Ну, газ выкачан. Всё там, банка из никеля. Ну, никелевого сплава, вообще-то говоря. Ну, там в основе никель. Больше ничего там нет. То есть, какие-то остатки газа. И вот они нагревают её. И где-то примерно с 1500, там, ну, 1300-1400 градусов Кельвина, вдруг в банке начинает резко расти давление. Ну, в силу того, что у них это, ну, скажем, всё-таки никель, определённый никелевый сплав, который используется для лопаток авиационных двигателей. Ну, то есть, да, там, скажем, 1600 градусов Кельвина, 1700, они не могли проверить. Ну, во-первых, у них там резко начинало расти давление. Значит, там начиналась рождаться энергия. Вот, значит, о чём Иванов говорит? Ну, товарищи, вот это будет теперь гравится по Иванову. Теперь, если в этой банке Иванова просверлим маленькую дырочку, то мы можем получить реактивную силу. Значит, грубо говоря, тот эфир, который мы нагреваем вот там внутри, он будет отсюда выходить и, соответственно, создавать тягу реактивную. Вот вам такой простейший пока двигатель. Так, теперь, где искать энергию? Энергию надо, можно искать в самом эфире. Вот он эфир, как вы знаете, да, он энергоёмкий, судя по всему. Вот, значит, вопрос, надо как-то, вот, заметьте, как люди научились использовать газоподобный воздух наш. Поставили мельницу, поставили паруса, а сейчас у нас электричество тоже добывается путём преобразования, вот, видите, ветрогенератора. Значит, ветер из газа крутит что-то там, к нему надо присобачить динамомашину и пусть электричество вырабатывает. Отлично. Ну, вот на этом принципе, наверное, можно попробовать, подумать. То есть, что нужно-то? Надо поставить вот какое-то такое вот устройство, которое, ну, например, будет вращаться под действием эфирного ветра. Или какого-то движения эфира, которое надо ещё обнаружить. Вот, дальше. Энергия пропасть. А, да, вот мы говорили про Росси. Откуда берётся энергия? Выяснилось, что эта энергия запасена в тех самых протонах и нейтронах, из которых состоит вещество. Я сам наблюдал картину, я, кстати, обращаю внимание, что вот в этой книге товарища Цыковского есть же намёк, где искать энергию-то. Вы же там не ищете. Вам подавай БТГ без теории. И так не пойдём. Я не знаю, читал или не читал Росси и Фокарди. Ну, он сначала Фокарди был, он был большой учёный, но тут прибежала Росси, понял, что можно из этого дела что-то выжить. Вот мы открываем страницу. Вот она, видно что-нибудь? Что-нибудь видно. Это Цыковский. Вот она. Это страница 221 зелёной книги. Здесь показано, откуда брать энергию. В частности, именно на этом пути, судя по всему, берёт энергию Росси, генерал как Росси, а не никель, который 61, ну там еще 58, превращают там с последователями, ну скажем, в том числе, в никель 62. И при одном таком переходе может быть не менее 10,5 мегаэлектронных вольт. Ну, это при одном. А их там много и долго. Вот то же самое медь можно так же. В меди ещё лучше. То есть, если вы возьмёте изоток меди с весом 62, при переходе на медь 63, у вас будет уже чуть не 11 мегаэлектронных вольт. Вот, ищите. И всё это было написано в 2003 году. Можно вопросик по поводу мегаэлектронных вольт. А в каком виде там эти мегаэлектронные вольты выделяются в этой реакции? Не знаю. Не знаю. По крайней мере, в генераторах Росси, они в виде тепловой энергии. То есть, они, судя по всему, где-то там внутри что-то происходит. Надо ещё разобраться. Потому что есть таблица. Вот изотопный состав на входе. Так, на входе. Вот вход. А вот это выход. Так. Вот они туда вот, значит, преобразуются во что-то другое. То есть, изотопы вот здесь и здесь, они разные. Разный изотопный состав. Другое дело, что никто толком не считал. Вот. Сколько действительно конкретно протонов, нейтронов переползло из предыдущего состояния в последующее. Этого не было. Вот. Но энергии эти подсчитаны давным-давно, они все известны. Поэтому надо подумать, как их перетаскивать туда-сюда. Вот. Пожалуйста. Чем? Вот вам энергия. Ну, другое дело, что, конечно, надо разбираться. Теперь следующее. Ну, магнитные всякие вот эти вот домены назовём их. Магниты. Да, да, да. Ведь... Вот сам, где магниты? Куда я их делал? Ну, ладно. Сейчас я ещё куда-то попрятал. А, вот здесь меня лежат. Сейчас я вам покажу простейший эксперимент с магнитами. Кстати, я рекомендую почитать книжку Черкуна. Черкун. Он есть. Забыл, как зовут его. Иванович. Вот. В библиотеке эфиродинамики я не удержался. Я его включил туда. Потому что никто же ничего не хочет читать. Всем подай вот, чтобы без труда и науки, как спаять два провода и чтобы оно работало. Ну, это к этому она стремится, конечно. Тоже говорит. А так оно и будет. Будет продаваться наоборот. Что я делаю? Вот обратите внимание. Вот видите, сверху магнит вот этот вот. И снизу магнит. Между ними мои два пальца. Что делает нижний магнит? Он преодолевает силу гравитации. Вот я уберу верхний магнит. И никого не удивляет, что вот этот нижний магнит упал. А вот здесь он, зараза какая, мать, преодолевает секунду, две, три и так далее. Ну, наверное, годами будет преодолевать. Вопрос. Откуда энергия на преодоление силы гравитации? Ну, так вот назовем по-простому. Извините, можно вопрос. Откуда энергия у стола, на котором лежит этот магнит? К примеру, вот мы положили магнит на стол. Он тоже лежит. Долго лежит. Здесь стол стоит вот на полу. А вот здесь магнит притягивается вверх. Стол вверх не притягивается. Он стоит на полу. А здесь на чем этот магнит стоит? Нижний. На чем? Ну, а частички, из которых стол составлен, вот эти атомы, молекулы, между ними что, какие-то жесткие связи есть? Между ними тоже вакуум. Нет там вакуума никакого. Там никакого вакуума нет. Забудьте слово вакуум. Это вот в школе, как там впалили, так это слово и звучит. Нет никакого вакуума. Есть материальная, физическая среда, если угодно. Ну, конкретно для удобства можно назвать ее эфирной. То есть понятно, что это непростая среда. Но вот этот опыт я предлагаю каждому БТГшнику повторять утром и вечером, и перед обедом, и понять, что вот в этом магните, в верхнем частности, содержится бездная энергия. Вот вы посчитаете, пересчитаете, что теперь вы убрали верхний магнит, и теперь нижний магнит у вас, сила известная, которая, какую силу надо создавать туда, наверх, чтобы удерживать вот этот нижний магнит. Тихо, куда? Сильный магнит, взрослый. Вот. Вот вам энергия. Энергия магнитного поля, запасенная вот в этих магнитах. Но вы ничего не поймете, если откроете обыкновенный учебник физики. Значит, начать надо, я рекомендую. Ну, я тебе не наставил. Зачем? Ну, когда я смотрю все эти картины, я помню, заносились там какие-то магниты, что-то точили, какие-то вот такие роторы, статоры делали. Вот. Там же никакой теории вообще нет. Люди вообще не понимают, что такое магнит, как он устроен. Вот я предлагаю начать. Чтение и проведение тех экспериментов, книги, это чтение книги Черкуна, по-моему, Борис Иванович, кажется, да? Вот. И проведение тех экспериментов с магнитами, которые он там описывается. Вот, например, тот же эксперимент Арстеда повторить, с магнитными стрелками, которые как-то там выстраиваются. Это, Михаил, извините, я читал книгу Черкуна, в общем-то, да, впечатление она произвела, но дело в том, что я на эту тему, ну, тоже так общаюсь с людьми. У людей жестко сидит, в башке забиты вот эти вот железные опилки, которые какие-то там силовые линии магнитного поля показывают. И вот это из людей выбить ничем. Не надо, так нет, зачем выбивать? Выбить из себя. Понимаете, не надо менять весь мир. Измените себя. Если вы хотите заниматься физикой, то не повторяйте ошибок тех людей, которые сделают эти ошибки до вас. Не надо. Секундочку. Он показал. Секундочку. А можно вот сейчас я вставлю комментарий насчет ошибок, потому что, чтобы не ушло в понимание зрителей, слушателей. Смотрите, вы сейчас говорите, хотите заниматься там чем-то, не повторяйте ошибок предшественников. Но здесь существует фундаментальная проблема, и заключается она в том, что есть люди, которые уже прошли по пути, получили какие-то результаты и передали свои знания другим. Но дело в том, что те, кто за ними идет, они принимают на веру, по сути, аксиомально все эти знания предшественников. В этих знаниях могут крыться ошибки, к сожалению. Но мы обречены повторять ошибки, если мы берем без проверки знания кого-то, без сомнения, и просто считаем, что это аксиома. Вот Владимир Акимович правильно говорит, что в науке не должно быть авторитетов. Нужно сомневаться и в Эйнштейне, и во втором законе Ньютона, и в том, что Земля круглая в том числе, и в первую очередь самому себе доказать, что они правы. Пусть это будет факультативная работа, но это гимнастика для занятия наукой. Нельзя заниматься спортом, если мы не делаем зарядку. Точно так же нельзя заниматься наукой, если мы не делаем зарядку умственную, в данном случае разрешая какие-то противоречия. И тут можно вернуться к логике, потому что это тот самый инструмент, который может нам помочь именно определить, где же предшественник мог ошибиться. А ошибиться легко. Программисты знают, как можно не увидеть логическую ошибку в коде. Собственно, вот. Ну, чтобы не делать логические ошибки в коде, надо писать блок-схемы. Желательно на языке дракона. И тогда будет все гораздо лучше. Вот я тут такую книжку себе взял с собой, давно не читал. Думаю, перечитаю-ка еще раз. Рекомендую. Вот здесь как раз показано, это автор Зорич, В.А. Зорич, математический анализ задач естественного знания. То есть много ошибок было сделано, ну, так сказать, когда стали путать математику. Вот и Владимир Акимович на последней лекции об этом говорил, ссылаясь на Ре, что действительно физику захватил дух математики. Вот эти все формулы. Вот я открываю там, как он, допустим, вот того же Ландава-Лившица. О, господи, сколько из-за них споров было. Вот там, допустим, что вот это вот, допустим, магнитный поток какой-нибудь, это и есть интеграл там от какого-то там тока. Ребята, а почему? Кто-нибудь из этих вот великих математиков вопрос поставил, что вызывает действительно этот магнитный поток? Ну, нет. А дальше вперед фугуют формулы. Это хорошо, но кто-то все-таки это отличает. Все-таки физический подход от чисто математического. А есть еще инженерный подход, правильно. Который, конечно, инженер предполагает, что великие физики, теоретики там уже все разобрались, провели все эксперименты, вывели все зависимости. Ну, наверное, исходить из того, что, ну, проверьте хоть что-нибудь. Знаете, как я показал уже, чистый эксперимент, куторально отдай, что вот, держи, сейчас, это вот так, наоборот, что вот такой вот, значит, куда, ох, собака, не сильный магнит. Вот, вот смотрите, значит, вот есть энергия магнитного поля. Ну, формальная работа не совершается, но сил-то есть. Значит, вот это верхний магнит воздействует на нижний магнит и удерживает его и преодолевает силу тяготения. Вот и думайте, что тут между ними находится, вот в этом промежутке, что пронизывает мои пальцы в данном случае. Не те формулы, которые вам показали в школе и всякие там буральчики, а что там на самом деле. Вот и думайте, ищите эту энергию, попробуйте ее отсюда вытащить. Ну, я видел там, конечно, несколько БТГ на вот всяких магнитах. Может быть, да. Но ценность-то в том, что этот магнит, он как на магнителе, и он долго-долго-долго содержит в себе эту энергию. Михаил, а как быть с этим, если мы эту энергию оттуда вытащим, то магнит-то размагнитится, и все. Ну, и что? Возьмите и замагните его сну. Так на это опять энергию придется потратить. А вот вопрос. Сколько энергии понадобится? Вот надо посчитать. Я не считал никогда. Но, с другой стороны, заметьте, вот теперь переведите действительно вот этот эксперимент в те, ну, скажем, школьные любые силы. Какую силу я должен прикладывать вот сюда теперь? Теперь перевернем этот эксперимент. Сколько силы? Ну, например, реактивных. Я должен сжигать топливо, чтобы вот этот магнит не падал, по крайней мере. Ну, я не считал, мне это неинтересно сейчас. Ну, в принципе, вот эксперимент. Вот он. На ваши глаза. Это великое чудо. И мы его не хотим видеть. Да почему чудо-то? Ну, а если мы возьмем пневмоцилиндр, поставим сверху груз, поршень продавится, и так же будет на воздухе держаться? Ради бога, может быть, это... Секундочку, граждане линейчатые. Сколько нужно приложить силы, чтобы освободить здесь хотя бы одно место, чтобы пустить профессора Иванова сюда? У него есть вопросы. Пожалуйста, освободите одно-два места. Дело в том, что места периодически освобождали, и просто так получается, что не успевает у нас Юрий Николаевич. Вот. Но я хочу напомнить, дамы и господа, что все-таки, несмотря на то, что мы сейчас говорим о каких-то технических и научных вещах, нужно не забывать одну вещь, что мир – это не только физическая теория, это конгломерат теорий. Что мир не заканчивается только лишь в наличии БТГ какого-то, с которым все бегают. И что нужно смотреть на это все достаточно более широко. Это не только физическая теория, это конгломерат теорий. Юрий Николаевич, добрый вечер. Отключайте YouTube. Да, я уже отключил YouTube. Спасибо. Всегда приятно присутствовать, когда Михаил Анатольевич делает доклад. Вот. Хотя я со многим не согласен. Но тем не менее, я всегда говорю, что человек, который не знает, как устроен мир, и не знает, как устроен эфир на самом деле, это я. Вот. Поэтому хотел бы здесь просто добавить, и я это буду добавлять, потому что повторение мать-учения, что сейчас что-то переключилось в голове, да, что любая теория или система взглядов или парадигма это не более чем инструмент для решения определенного круга задач. Это то же самое, как инструменты в чемоданчике в средстве. Значит, каждый инструмент, там, газовый ключ, отвертка, там, плоскогубцы и так далее, для определенного. И они внутри не спорят друг с другом, кто из них главный. То есть, нету спора внутри этого чемоданчика. Поэтому я стараюсь как можно меньше спорить с той или иной концепцией или же с авторами. просто я всегда прошу выделить те наиболее, наиболее, скажем так, близкие к решению задач именно этим, тем или иным методом или способом. Ведь все прекрасно знают, что я вот лично, да, и мои там несколько человек, мы организовались в команду под названием Институт Рисной Динамики. Мы сказали, да, есть много вариантов видения. И у нас есть свой. Но заметьте, я нигде, у меня есть конкретные об эфире и об устройстве материи и как устроена Вселенная, все это у меня тоже есть. Но я об этом стараюсь не говорить. Я говорю только о конкретном, о том насущном, что действительно может быть реализовано скорее всего в ближайшее время. Это движение, перемещение в пространство и получение энергии. Это вот два тех, две те проблемы, которые у человечества не решены. Я еще раз повторю, что дело в том и просто повторю, что Земля и космос далеко не безопасное место для жизни. Мы можем сколько угодно спорить о том, как устроен эфир, есть ли там вихри или нет, можно ли на банке нагреть и летать. Это второй вопрос, это вопрос экспериментатора. Но если что-нибудь грохнется к нам на Землю, то уж извините, не имея способов выживания в космосе при любых обстоятельствах, все наши рассуждения, ну они просто рассуждения, времяпровождения, скажем так, приятно для мозгов, тренировка мозгов и так далее. Поэтому у меня был вопрос все-таки он уже традиционный становится, потому что очень много утверждений у разных авторов, что вот уже доказано, но эксперимент должен быть поставлен по определенным правилам. Не просто сказать, написать, а ты сейчас имеется множество способов фиксации эксперимента, видеофиксации и так далее. Поставил эксперимент, поставил там тоже фотоаппарат, там камеры достаточно хорошего, продемонстрирует. Если этого нет, все это оказываются слова, потому что написать можно все, что угодно и верить словам еще, скажем так, великий имбул Аль-Хайсан говорил, что нельзя доверять словам в том числе предшественников и нужно постоянно, постоянно сомневаться и в собственных взглядах. Если человек не сомневается, а утверждает, что мир устроен только так и никак иначе, то тогда, как я говорю, его теории или его взглядом цена 50 долларов, не более. Потому что никто не может знать, как устроен мир на самом деле, с чем мы имеем дело. А поставлены Михаилом Анатольевичем вопросы очень правомерны. Что такое сила? Откуда она берется? Какие процессы конкретно формируют вот это притяжение? Ведь может быть даже между магнитами притяжения это и нет. А есть некие процессы, которые сейчас скажу правильно, которые формируют внутри этих двух тел, ну, двух магнитов, такую ситуацию, что они начинают самодвигаться друг к другу. И это самодвижение мы внешне видим как притяжение. И согласно традиции мы говорим, что вот это сила, вот это мне Ньютон сказал там или еще кто-то. Ну, пора уже как-то вот с другой стороны на все это посмотреть. И только в этом случае будет какой-то прогресс. Вот пока у меня все. Спасибо за, скажем так, ваш мини-доклад. И повисла гнетущая тишина такая. И мертвые с косами стоят. Сейчас будут выкашивать создателей теорий. Я в том числе. Раз уж вы к нам присоединились, добро пожаловать в философский клуб. Сейчас немножечко все не поняли, что происходит. Я хочу пояснить. Дело в том, что на глобальной волне я лично увидел тенденцию о том, что люди мыслят по-разному. и поэтому, собственно, было в виде какого-то определенного кружка организовать отдельную передачу, в которой люди могли бы более широко высказывать свои мысли, не опасаясь того, что, допустим, их могут понять неправильно и сказать, то есть начать, допустим, отправлять в школу. То есть если в передаче, допустим, свободный эфир, где обсуждаются проблематики эфиров, там именно более научные какие-то постулаты и так далее, то здесь можно, в принципе, в философском клубе высказать какие-то свои, может быть, догадки, может быть, какие-то даже фантазии с какой целью? Для того, чтобы эти мысли были услышаны другими людьми и даже если человек напрямую отрицает и говорит «да, это ерунда», эта мысль уже попала ему в голову и, возможно, она явится тем спусковым механизмом, который позволит ему что-то пересмотреть и что-то действительно придумать. Вот с этой целью, собственно, как бы мы начали небольшую новую ветку передач. В связи с этим хочу вам задать вопрос. Вот с обширной точки зрения. Вот, допустим, мы сделали эксперименты, мы сделали открытия, вот у нас есть некие принципы. мы на этих принципах построили приборы. Но какие приборы мы построим? С какой целью? Какую цель будет преследовать функция этих приборов? Ведь, обладая знаниями эфира, в том числе, можно построить оружие. И, как многие говорят, что, пожалуйста, человечество еще не доросло до контактов с галактическим разумом и прочее, вот это было, бла-бла-бла. Но они все сходятся в одном мнении, что человечество не доросло именно потому, что постоянно ведет войны между собой. Если бы мы боролись с рептилоидами, с планетами, там, ну, нахали, как она называется, это было бы понятно. Но мы, люди, у всех есть руки, ноги, голова, даже с одним цветом кожи, и то мы не можем, мы боремся против чего? Против того, что один не согласен с другим. Ведь глобально правительство начинают войны, потому что интересы одного не соответствуют интересам другого. И компромисса найти не можем. И вот теперь, обладая знанием об эфире, не действительно ли мы уничтожим все друг другу? Ведь, насколько я понимаю, обладание такими технологиями позволит это сделать втихаря. Вот не нравится мне, например, ну, к примеру, я не знаю, да, манул. А я взял его потихонечку и выключил. И он тихо там умер от сердечного приступа где-то. Мне даже не надо знать, где он находится. Тут вот есть и такая вот проблема. И, собственно, такую проблематику мне бы хотелось вот в направлении передачи философского клуба осветить, потому что все хотят БТГ, но никто не задумывается, а к чему же это может привести. Да, пожалуйста. я пару лет назад пошел на прием к академику Савину Анатолий Иванович. Известно, что я работал в цене Комета когда-то. Он был моим директором. С тех пор прошло много времени. и я вот думаю, ну, вот он тем более был в этом, в Алмаз-Анте, большим человеком, ну, он там формально это был как бы консультантом, но к нему народ все равно шел просто вот предложить чего-нибудь. Собственно, такая функция была. Чтобы к нему приходили люди, чтобы не дергали линейное начальство. нужны такие должности нелинейные. Вот я ему рассказал вот про эфир, там, то-то и все это. Вот. А он и сказал вот примерно те самые слова, что он участвовал при создании ядерного оружия, вот там атомные бомбы и все такое и прочее, насмотрелся это живьем и полагает, что у человечества уже сегодня предостаточно средств самые взаимные и самоистребления. Что первое, конечно, что будет создано это какое-нибудь оружие. Как только вот будет какой-нибудь там БТГ заработает ну в том или ином виде назовем его. Ну представьте, вот ведь известно, что этот самый ну простейший генератор Росси, если его немножко, так сказать, ускорить, то он как рванет и действительно будет хорошо. Или вот та же банка Иванова, пока без дырочки и остановлена на 1500 градусов. Ее же никто не проверял, ее работу скажем 2000 градусов. Что там это будет? Ну вот такая маленькая баночка там ее разогреть и послать естественно на врага естественно. Вот. Ну значит мы рады, враг повержен, враг плачет, потери считает или сдаваться собирается. Вот. И главное, что все это мы видим сейчас прямо на нашей глазу. За в тире. Заметьте, из чего война-то идет? Люди, в принципе, вот одни решили, что вот те плохие, их надо убивать. Ну и при этом, в принципе, не так уж важно. Вас убили фугасным снарядом, дубинки по голове, ножом зарезали или голову прилюдно отрезали перед всем честным миром. Какая разница? Будет все то же самое. Вот. Враг повержен, все хорошо. мы победили. Вот, например, придумать социальные технологии о том, как же все-таки наконец людям перестать придумывать средства взаимные. Ну, все равно этот процесс формально не остановить, раз уж, так сказать, люди катятся по этой наклонной. Ну, что мы можем объяснить какому-нибудь закоснелому игилу, игиловцу? Ну, видимо, ничего. Или пример. Я, например, на всяких сайтах бываю, на форумах. Вот один товарищ из Укропи мне пишет вот те самые слова, что, грубо говоря, я достоин смерти, ну, и так далее. То есть, обыкновенный, ну, вот, укропский националист, который проникся вот этой идеей, ну, считает, что, в общем-то, он успокоится, когда вот, ну, скажем, меня покарает кто-нибудь. Может быть, даже он сам. Вот. Или, например, в науке то же самое. Например, в Новосибирском государственном университете, он там, по-моему, до сих пор еще работает, есть такой Евгений Балдин. Он там одно дело, одно время был каким-то там, значит, большим человеком. Сейчас не знаю. Ну, по крайней мере, есть такой Linux, Linux формат, он его там редактирует некоторых разделах. Вот он прямо мне написал, я говорю, не успокоюсь, пока тебя, то есть меня, не заброшу на луну. Вот так это. То есть, я со своим эфиром, там, ну, я понимаю, что учебный институт, МГУ, вот, студенты станут сомневаться в той теории, которую впаривают их преподаватели, ай-яй-яй, так что вот вопрос и о социальных технологиях, все-таки, как научиться людям договариваться с друг другом, все-таки, такое ощущение, что это важнее, чем, например, даже все эти эфирные технологии вместе взяты. Завтра будет битва с эфирными пушками, бомбами. О, боже, вот как-то так, я полагаю. Что думаете на этом? Изобретая БТГ, посмотрите, какие побочные эффекты это создаст. Нам уже микроволновку уже дали, как оружие. вполне можно, пожалуйста, засунусь, все, да, так, именно так. Ну, я могу пару слов ставить? Я надеюсь, меня слышно? Да, да, Юрий Николаевич, пожалуйста. Постановка вопроса правильная, что эфирные технологии, на мой взгляд, конечно, если они послужат к созданию какого-либо оружия, то мало не покажется, потому что это оружие будет га, то есть атомное оружие, атомные бомбы, там, это будет, как бы, игра в песочнице, да, кидание там камешками друг в друг. Вот, а эфирные технологии это действительно нечто, что дает очень много степеней свободы, в том числе и не только в военной. Вот, но давайте не будем забывать природу, и раз это философский у нас, скажем так, философский семинар, то необходимо, наверное, задаться вопросом, а вообще, что такое жизнь и являемся ли мы самостоятельными сущностями, которые определяют, что и когда должно появляться на Земле. то есть, если жизнь на Земле в виде, ну, людей, это всего лишь звено в цепочке, бесконечной цепочке, проявлений жизненных, причем мы видим только одно звено, то, к которому мы сами принадлежим, а соседние звенья, связанные с нами, мы их просто не видим физически, и может быть, и не надо видеть, иначе в противном случае, ну, природа так решила, по крайней мере, я не просил, чтоб меня создавали, никто не знает, откуда взялось человечество, зачем оно вселенной, вот, поэтому я предполагаю, что здесь вселенная очень четко руководит, когда и что. Это наподобие того, как, вот представьте, что вы живете на, вот, со своей женщиной в складе с оружием, ну, вот так получилось, у вас родились дети, у них единственные игрушки, это пистолеты, автоматы и так далее, вы не можете им запретить вообще ни к чему не прикасаться, но если вы рассчитываете, родитель, то наверняка просто возьмете оружие, которое будет доступно детям, подточите боем, знание будет вроде правильный, механизм будет работать, щелкать, и патроны туда-сюда будут ходить, а оно не будет стрелять. Вот у меня возникает такое подозрение, что природа дает нам правильные знания, правильные, но при этом не дает вот это, скажем так, не дает вот этого вот ключика, который позволяет эти знания действительно развернуть в некие технологии, потому что если мы уничтожим в этой цепи звено, к которому мы принадлежим, то цепь рвется. Вот примерно так. И в этом плане, вот я очень много думал, почему ругаются там на Эйнштейнов, там на других и так далее. Вот, и в этом плане я считаю, что Эйнштейн сыграл очень полезную, сделал очень полезную работу для того, чтобы увести человечество от эфирных технологий и от преждевременного самоуничтожения. Потому что до Эйнштейновских времена уже вот-вот почти подошли, а там были умнейшие мужики в науке. Они бы раскрутили это, вот, но природа каким-то образом блокирует развитие науки, и таким образом и волки целы и овцы сыты. Вот так скажу. То есть действительно вопрос считаю, заслуживает внимания и поэтому даже я сам себя настроил на то, что да, у нас есть, вот мы сейчас проводим эксперименты электромагнитные по перемещению там и так далее. Вот. Да, эти эксперименты будут завершены как положено, будут получены результаты, судя по всему, те, на которые мы рассчитываем. Вот. Но пойдет ли это все, воспримет ли человечество в виде Академии наук, политиков, бизнесменов или не пойдет, это даже не мне решать. Это должен решать родитель, так скажем. Да? Как правильный и в какой момент. Вот. Потому что вот не должно быть ничего преждевременно. Это то же самое, что вот существует такая штука, как люди пытаются продолжить жизнь своим до 300 лет, до 500. А вы попробуете ребенку, который находится в утробе, предложить находиться там не 9 месяцев, а 18. Ну, или же меньше. То есть все должно происходить в свое время. А мы вот занимаясь здесь рассуждениями и оставляя свои следы в интернет, мы вот и как раз каким-то образом сигнализируем нашему хозяину в кавычках, что да, мы вот уже подошли, а теперь дело за тобой. То есть если будет отмашка, скажем так, к новым технологиям, принципиально новым, то вдруг у всех на земле включился мозги ни с того ни с сего. То есть такое ощущение, это лично мое мнение, что наступило прозрение и огромное количество ученых, инженеров начнут работать в этом направлении. Может быть это будет так, может быть не так. Но на сегодняшний день это у меня вот такое мнение. Вот все, что я хотел пока по этому вопросу сказать. Спасибо. Да, вот это черт не меня. Да, ответственность людей, конечно, перед самим собой, перед и обществом, и вообще жизни. Вот это, конечно, серьезное дело. Я согласен с тем, что действительно все эти хитрые технологии, они могут и во благо, и во зло. Ну, вот, а наблюдая, говорю, что особенно вот эти вот последние события, ну, с которыми мы видим, что люди с упоением буквально гоняются друг за другом, кого-то там назначают плохошами, вот, или наоборот тебя назначили плохошом, кто-то там и начинает вроде как тебя убивать, вот, ты, естественно, у тебя есть выбор согласиться и принять эту мученическую смерть или, вот, например, начать воевать всеми доступными методами. И вот, допустим, ситуация с этими вот всякими аль-кайдами, игилами, вот, другое дело, что их неправильно называют террористами. Какие они, черт, террористы? Не террористы, вот, они носители определенных идей с нашей точки зрения, совершенно человека ненавистнических. Если ты не можешь там что-то пробормотать какой-то текст из какого-то священного, то ты достоин либо угнетения дополнительного, либо смерти. здесь вопрос именно о том, что приведение производительных сил к, ну, условно, к производственным отношениям и этим социальным отношениям, это важнейшая задача. Вообще, человечество в целом, но у нас же нет человечества в целом. Мы видим, идет грызня по любому вопросу, по любому. и договариваться оказывается ужасно тяжело. Человечество разбилось на отдельные стаи, состоящие, скажем там, не из волков и медведей, а из людей и людей. Ну, вот вперед. Поэтому, я бы обратил внимание на нашу собственную историю. Скажем, я вот летом был в Казани и был в Свияжске. Ну, просто такие две точки. И там везде вот стоят как раз памятники погибшим в 2018 году. Вот. То есть, наши предки на полном серьезе убивали друг друга. За что? А ты буржуя, а ты вот и пошло, поехало. Вот. Люди присвоили себе право убивать какая-то Украина. Это Украина. И там некоторые люди решили, что можно убивать других людей за то, что они не принимают их установок каких-то там. Что вот они не признают то-то, сё-то. это имею ввиду войну на Донбассе. Причем я бы обратил внимание, что в 2009 году эту войну, которую мы видим сегодня каждый день, каждый день там кого-то пытаются убить. и убивают, и так далее, и так далее. В 2009 году эту войну предсказал Глеб Бобров, писатель из Луганка, жив. Вот. он написал книгу «Украина в огне». Поищите там, есть это. В интернете всё это есть. Ну, он это как художественное произведение писал. Ну, и у него получилось, что да. Ну, он, не мог предсказать, что Крым уйдёт в Россию, но то, что война на Донбассе будет, он тогда уже предсказал. то есть уже тогда вот это вот противостояние людей в рамках одного государства дошло до того, что они до сих пор готовы друг друга убивать. Вот. Что тут надо иметь в виду? И что, например, мы можем предложить этим людям? Ну, я говорю только одно, что рано или поздно придётся, например, на той же укропе когда нам всё-таки придёт человеческий вид. Как это получится, я не знаю. Вот. Ну, пока когда-то это случится, придётся на манер вот этой самой нацистской Германии проводить, как я называю, деукропизацию. А, например, вот надо ли проводить физики, вот Юрий Николаевич верно отметил, что да, там мы ругаем Эйнштейна, там, то есть, всё, что он там тормознул, там всё. Чёрт его знает, в самом деле. Он не тормознул, он выступил, ну, как этим самым проводником идей мирового гомеостата, который решил, что ребят, вот тех самых родителей, хороший пример, кстати. Действительно, мне понравилось. Действительно, он сказал, ребят, давай туда не будем покасоваться. вот вам математика, вот там, туда вот в эту физику, в эфирную. И вот видите, только вот, может быть, Владимир Акимович, там и прочее, прочее. Сейчас уже это дело выходит на очередной виток, а вот у меня действительно нет уверенности. Вот те люди, которые сегодня занимаются эфирной, динамикой, действительно, в чем изменилось человечество за прошедшие сто лет. Стало ли оно пригодней, это человечество, для принятия вот знаний об эфирной материи и так далее, и так далее. Я не знаю, я пока не вижу. Тем более, вот представьте, что какая-нибудь эфирная бомба достанется этим ИГИЛам каким-нибудь. Там ребят простые, они просто убивают без особых затей. За них Аллах, они эти проводники идеи Аллаха. Значит, можно убивать всех, кто не с ними. Так. Михаил, а вопрос можно? Да, конечно же. А вот причину ты можешь как бы найти самые истоки, откуда вот вообще человек как бы может начал убивать других? Да всегда так было. Вот я понимаю, что всегда, но вот а причина в чем? Ну, причина это может быть, скажем, назовем его Божьим наказанием. Для начала. Первое. В том смысле, что разум человеку вроде бы дан, но для того, чтобы этот разум как-то все-таки совместить с жизнью, иногда не хватает просто ума людям. Что действительно сил-то есть, ума не надо. И люди идут по простейшему пути. Вот кого-то объявить врагом, там и так далее, и так далее. Вот. Сейчас, в принципе, ведь есть такая возможность преодоления. Ну, по крайней мере, хотя бы на уровне государств. Другое дело, что сейчас мы видим, что напряженность та же мировая совершенно непотребная, да и у нас в стране, вообще-то говоря. Причина это не в государствах кроется, не в государствах, причина. В человеке, в человеке. В государстве это продолжение людей. Я про причину спрашиваю, а не про отношения к государствам или какие-то уже последователи. Вот причина в несовершенстве ну, условно говоря, я бы сказал так, в несовершенстве человека, то есть несоответственно его вот текущего состояния, его знаний, умений с некоторыми митическими нормами. Вот. Действительно с элементарным уважением к другим людям. так вот. Такой вопрос. Этические нормы это так же, как и религия. Это некая, может быть, фишка такая для зомбирования. Вот, предположим, есть два объекта, ну, как в природе, вот, два самца, есть одна самка. О, это, конечно, вот что, вот она причина-то может быть в этом. Ну, в том числе эта причина, есть и другой вариант, прям противоположный, две самки, один самец. это то же самое. Я как понимаю, это так, это все, лирика, конечно, но, действительно, это все нетривиально, это действительно то, что надо с одной стороны развивать, а с другой стороны это надо прививать. Ну, кстати, вспомнивать, если бы действительно, вот, ну, ладно, я там про всяких этих аллахов мало знаю, на мой взгляд, мне не нравится их религия, в практической плоскости, практической плоскости, вот, по крайней мере, женщины у них своих совершенно задолбали своими хиджабами там какими-то, вот, хотя вот, например, в Иране там разные женщины есть, да, в общем, мысль какая, что действительно, сейчас соберусь, ну, короче, вернемся опять же к товарищу Христу, ведь все это учение, вот, есть некие учения, то есть, зная природу человека, его несовершенство, его зачастую неумение совладать со своими вот этими утробными, я бы сказал, инстинктами, вот, ну, все, ребята, возлюбите ближнего своего как себя, все, другое дело, что, наблюдая поведение множества людей, люди сами себя-то не любят, как же любить другого, если он сам себя-то не любит, вот, а в принципе, да, увидеть в другом человека, такого же, как ты, ничем, в общем-то, не отличающегося, другое дело, не навязывая ему никаким образом, вот, особенно через насилие, своих этих вот взглядов, нет, есть там, конечно, обалдуи, всякие преступники, хулиганы, это прочее, 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 это отдельный разговор, но, если человек, в общем-то, живет в обществе, то, давайте увидеть друг других людей, но это трудная задача, у нас чуть что, вот он плохой, давайте плохого найдем, вот это что-то не идет не так, будем искать плохого, и вообще современное общество, особенно даже наше, оно очень непростое, оно сложно устроено, это вам не устройство, как он действительно, ИГИЛа, где все просто, вот, такое, какое-то, дикое средневековье вдруг, проснулся, оно кому-то выгодно, конечно, но всегда находятся идиоты, отметьте, которые подаются на это дело, ну, а конкретно наш пример, вот Украина, то ли они нам братья, то ли они нам соседи, но, если в голову заложить какие-то бредовые идеи, в частности, националистические, оказывается, что это хуже врагов, враг понятен, а вот эти люди такие же, как мы, а в головах, черт знает чего, бродит. Ты от причины опять уходишь куда-то туда. А, Саш, можно попробовать, да? Я попробую добавить. Это как и вопрос одновременно, и как, вот, а может быть, вот все то, что происходит, ну, во-первых, мы не знаем, правильно ли происходит, или неправильно. Да, мы находимся внутри процесса, под названием, там, цивилизация, жизнь, и так далее. и нам действительно больно находиться внутри, приходится, там, вот, заниматься тем, чем люди занимаются. Вот. А на самом деле, вообще-то, на этот процесс, под названием жизнь человека в космосе, надо бы посмотреть, как бы попытаться посмотреть снаружи. ведь мы до сих пор не можем ответить на простой вопрос, каково предназначение человечества с точки зрения мироздания. Зачем, скажем так, природе, вот это кажущееся, иногда, бессмысленным, бестолковым, жестоким образование, как человечество, зачем оно природе нужно, и какую функцию это образование в виде биологическое, какую функцию оно несет. Может быть, оно все-таки несет какую-то правильную функцию, и мы как раз в какой-то степени запрограммированы на это. Мы на эти вопросы о предназначении собственном вообще ничего не можем знать. И если мы ответим, это мое мнение, все-таки ответим, хотя бы приблизительно с точки зрения философии, на вопрос о предназначении человечества с высокой точки зрения, не изнутри там сидит человек и говорит, вот я знаю предназначение, а вот представьте себя создателем, представьте себя, что существует, вы создали некую машину под названием ну, наша Вселенная, так, и в этой машине начали появляться то, что мы называем живые существа. Вот. Если это дело рук создателя, да, тогда, наверное, он не допустит ни одно живое существо, либо будет с ним бороться, если оно будет вредить этой машине, этому мироустройству. Ну, так же, как мы боремся с вирусами, а на самом деле мы до конца не можем понять или ответить на вопрос, а каково предназначение вируса самого по себе. Ведь он же тоже в какой-то степени живой. У него, он тоже для чего-то создан. Поэтому вот вопрос, кто мы, зачем, все упирается в это. Как только мы действительно подкрадемся к истине, к истинному ответу, то только тогда, может быть, и станем сопротивляться своему предназначению. То есть, ставим все хорошенькие, такие, пушистые, а такие, может быть, природе не нужны. И вот здесь произойдет то, что называется уничтожение вида. Может быть такой. Как вариант, да. Вот. Хотя, очень не хочется. Поэтому, в какой-то степени, может быть, мы, как и вирусы, должны быть агрессивными, должны завоевывать планеты, должны воевать с другими цивилизациями, то есть, окрепно технологически. Вот. Может быть, вот это наше предназначение. А потому что история показывает, что мы именно оружие, именно тренируемся, как детки, как лучше, как изощрение уничтожить. А может быть... кто сможет задавить вопросы ответить? Я не берусь. У меня большой вопрос. Я вот так вот иногда задумываюсь, говорю, боже мой, отдаюсь, как говорят, в руки твои, господи. Значит, вот то, что ты сделал, да, то, наверное, правильное с твоей точки зрения. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Но поэтому кого-то осуждать, не зная вообще, что происходит, за пределами нашего видения. То есть, ну, понятно, что видение человека ограничено. Что происходит выше или ниже по уровню, если допустить наличие нацсистемы и подсистемы? Что там происходит? А мы здесь, на земле, мы на земле всего лишь проекция иных миров. И эти иные миры ведут какие-то взаимодействия, может быть, взаимная вражда между ними. А мы, как проекция, на нас все это и отражается. Вот как бороться вот с этими иными мирами и перекрыть им кислород, чтобы они здесь, ну, условно говоря, ну, стали такими хорошими, добрыми, честными и так далее. Вот тоже вопрос. У меня пока все, спасибо. Но вирусы создают и у нас, как говорится, на земле некоторые, и распространяют их же. А потом говорят то, что эпидемия образовалась. Все так. Но тогда во вселенной вселенной грозит эпидейное человечество. Это будет тихий ужас для каких-то других цивилизаций. Представьте, да, мы ведь обязательно, попав на другую планету, вроде как пушистыми, да, мы обязательно начнем, так же, как индейцев, да, вот найдем повод, надуманный или еще какой-то, чтобы уничтожить другую цивилизацию. Вообще чего нужно делать с очень большой осторожностью и с соизволением свыше. Ну вот, как-то так. Вполне возможно. Вот мысль такая еще тоже родилась по поводу вот войн, но самое-то главное, наверное, война идет это вот именно в человеке, в каждом из нас лично. Вот. И там же вот две штуки есть, духовное, что-то мы называем, что-то духовное такое, и то, что нет духовное. Вот это вот борьба света и тьмы там, черного-белого, злого-плохого. Вот пока не произойдет победа именно в человеке конкретно, ничего не будет. Будет вот такой мир он и будет. Вот. Просто еще меня натолкнуло, я не знаю, как верить этому, не верить. Я вот Михаил задавал тебе вопрос по поводу как делить женщину или женщину, как делить мужчину. это вот как бы смешно не было, но это идет из глубины. Откуда? Сейчас я договорюсь. Чуть-чуть. Вот. Просто на зикельских чтениях там был один такой момент, когда НЛО, ну там рассказывали, НЛО приземлилась, они там починили что-то в ядерной пусковой установке военной базе, а потом, когда улетели, на поляну собрались кролики и начали заниматься любовь. Вот как-то это можно связать вот с этим со всем, что вот я имел ввиду. Наверное, можно. Какая-то есть энергия, которая вот, ну, когда Христос говорит, что все постоянно находятся в энергии любви какой-то. Вот такой. Мы ее не испытываем. У нас идет война. В каждом из нас, именно в теле, у нас это снаружи. вот это воинственное. Вопрос, куда эту энергию войны девать, можно в компьютерные игры. Все-таки такое достаточно, ну, скажем, в детстве я все детство провел воюя. Вот. Я с кем-нибудь воевал. Сейчас это можно делать с помощью компьютера, ну, будем считать, что вот та злобная энергия убийства была, как сказать, куда-то туда ушла. Ну, в принципе, да, можно, конечно, встать там, допустим, вот сейчас, вот, если она нас полет вот и гилы какие-нибудь, черт ее знает. Тогда надо ответить, для чего эта энергия злобная в тебе есть? А вот я не знаю, зачем. Вот она есть и есть. А как ты хочешь поесть, ты хочешь поесть, и ты будешь защищать еду какую-нибудь, вот, драться за еду, будешь или нет, когда ты голоден, а еда вот только вот здесь вот осталась? не исключено, что будут драться. Опять же, вопрос, с кем делиться, да, то есть придут какие-то другие, такие же голодные, вот, а может быть, даже более голодные. Делиться ты будешь женщиной, если все по природе, как идти, чтобы вырастить и оставить свое потомство, а других будешь обдевать. с этим сложнее все. Вот, не даром вот эти процессы, эти всякие там, которые, ну, там, они всегда были. То есть, были люди, скажем, натуралы, были ненатуралы, все это сложно, и главное, к этому надо спокойнее относиться, там, как, вот, например, устройство семейной жизни, оно может быть тоже разное у разных народов. Вот, классика, это вот гарем какой-нибудь, то ли, скажем, мусульманский гарем, то ли африканский гарем, вот, или, например, вот тот же Головачев показал, что говорит, вот, например, есть такое понятие шведская семья, но это такие семейные отношения, конечно. Опять же, тут вопрос, сколько здесь социального, а сколько здесь чисто вот такого природного. Здесь все такое сложно, находится в сложном взаимоотношении. И какое это отношение имеет вообще к проблемам науки, в частности, к проблеме эфира? Тоже непонятно. Нет, имеет, можно связать. Не знаю. Может быть, люди, нет, люди живут, во-первых, не знают, что они живут в эфирной среде. Они не догадывают. Кстати, Юрий Николаевич, вот, кстати, в понедельник, вот, Владимир Акимович мне говорил, там, какая-то конференция, какое-то сборище будет, посвященное геопатогенным каким-то там зонам или что-то такое. У меня информации этой нет, точно. Он просто сказал, я уехал, поэтому я не буду на ней. То есть, понимаете, вот, мы же не знаем, как на нас действует тот же эфир, в котором мы находимся. вот эти есть геопатогенные зоны. Ну вот, одно дело, дети плачут или взрослые злобятся. Я вот на некоторых смотрю, думаю, мать честная, у них столько сил, энергии, вот, но ничего умнее, кроме как нажраться водки, у них сил не хватает. И при этом еще жалуются на жизнь какую-то. Жизнь тяжелая, поэтому я пью водку. в это время вот может быть. Я не сложу все к эфиру, конечно, да нет. Это одно чисто физическое направление. Можно заниматься чем угодно. Я, например, знаешь, открыл какой, чем можно заниматься? Чисто художественными всякими делами. Вот. Например, есть оригами. Вот я был недавно на концерте, там на одном. На концерте я не пошел, а там у них предбанники. Люди, значит, выставляли свои всякие достижения художественные. Вот есть оригами, которые делают из одного листа, а есть оригами, которые делают из отдельных элеменчиков. Модульные оригами. Вот, ребят, чем вот дурью мается, вот займите чем-нибудь таким вот украшательством жизни, просто занятия. Это считается все для детей, а взрослые ничего умнее, как ну, особо в мужике. Жрать водку и ни о чем не думать. Такая жизнь. Вообще, это такое ощущение, что большинство людей просто так и живет. Дело в том, что не даем. Смотри, вот водка, она же не просто так появилась. В магазинах она не просто так продается. И марки на нее, и за это денежки гладятся. Это целый ритуал, это целая, это манипуляция, это некие такие механизмы, чтобы спаивать. А то, что он спился, человек, это кому-то на руку, не помеха. Так же, как, например, когда идет война между двух, ну, двумя людьми, они на мечах сражаются, и у одного меча сломался, да тому только и это, ну, на пользу. Конечно. Он победил, он что-то захватил. Больше шансов победить, именно продолжить свою генетическую линию. В этом я согласен, что, конечно, можно так дойти вот именно до, вот, есть некая стая или отдельная, отдельная, или, ну, особь. Вот, да, допустим, ребята, борьба за, потому, чтобы именно мои гены или наши гены возобладали над ихними. Но проблема-то в другом, что человечество, то есть, вроде как, на политическом, по крайней мере, таком, цивилизованном уровне, вроде как признали всех равными друг другу. Это, это опять, это опять ловко. Так же, как и религиозные вещи. Ну, смотри, есть кусок золота, а есть кусок золота с разными вкраплениями, там, каким-то породом, там еще. Что ценится больше? Чистое золото или вот такое вот? Ну, смотри, для чего. Да, я бы уточнил, а кем именно ценится? А можно еще добавить? Если золото с вкраплениями алмазов, больших алмазов, то здесь сразу встает вопрос. Так вот, вот именно, лучше вкрапление алмазов, золота, чем тогда, когда есть хлеба, Извините, Александр, я хотел бы уточнить, вот вы сказали, ценится больше или меньше, там, да? Я спрошу, кем ценится? А этим куском золота? Давайте опишем систему отсчета, кем ценится? Этим куском золота. Не-не-не, кусок золота сам себя ценить не может. Это объект, заинтересованная сторона, которая оценивает золото, которая представляет для него интерес. Вот, допустим, я приведу такой пример. Когда конкистадоры пришли к индейцам, то индейцам это золото было по барабану, абсолютно. Они его с легкостью отдавали. Испанцам испанцы не могли понять, в чем прикол, как они не ценят золото. Вот я про это сейчас говорю, про вот такое. Нет, нет, речь-то была аналогия золота, а не то, что там... Не-не-не, в любом, неважно аналогия золота, алмаз, или редкая микросхема, или там, я не знаю, просто детский рисунок для матери сам дороже любого золота будет. Вот, поэтому я и спрашиваю, а кто ценит? Что? Система ценностей имеет первоначальное значение. Уже потом только материальные какие-то вещи мы оцениваем через призму этой системы. Ну вот, что вот человек себе представляет? Вот он какая-то уже сложная организация, которая может самосознанием каким-то попадать, и он будет решать, что ему ценно. потому что он исходит из того, чтобы выжить в этом мире. Вот у Юрии даже прописано, для чего нужна наука. Чтобы выжить в любых условиях. А наука – это оружие такое, вот разум, который может построить такие вещи, если животное не может ничем, вот только то, что у него есть. а с помощью разума можно делать уже какие-то механизмы и намного пройти дальше, свою расширить зону действия. И вот этот человек, он будет уже ценности выстраивать эгоистичные такие, понимаешь? Что значит эгоистичные? Давайте тогда этот тоже параметр поделим. Вот смотри, человек, вот если бы он сейчас жил в природе, то не было бы никаких заводов и пароходов. Он бы жил примерно так, как вон эти приблизительно племена первобытные живут. Ну хорошо, а почему тогда мы развились в заводы и пароходы? Мы же начинали-то с первобытного племени, с брачного отношения про мискуйте, отслыхали про такое? С мамонтов и так далее. А сейчас у нас ячейка общества, семья, у нас есть технологии, у нас есть интервью, интернет, и у нас, конечно, есть какие-то все равно страстишки, мыслишки, какие-то опять же ценности. Но сейчас это не кусок золота, сейчас это, ну скажем, бумажки шелестящие, ну вот в плане валюты. Бук золота ценится больше, чем шелестящие булочки. А бог с ним золотом. Вы же сказали, что это неважно, это пример. Я сейчас привожу пример ценности материальные. Вот доллары тоже ценятся, не хуже золота. Биткоины тоже ценятся, хотя вообще не существуют в реальности. Хуже ценности. Нет, я имею в виду, что нас сподвигло. Вот вы так сказали. Если бы мы жили в природе, то у нас бы не было, допустим, развития технологии. Но мы начинали жить в природе и остаемся в ней. Мы в природе как бы живем так. Вот, вот, хотел ставить, что мы из природы никуда никогда не переселялись. Да, да, да. Но просто условия свои уже начинаем строить, некие другие. Может быть, это подселенная какая-то культура. Ну, тогда кем она подселена? Вот я, допустим, живу в пещере и меня все устраивает. И вдруг я должен начать строить механизм, например. Откуда мне это вообще придет в голову? Если у меня в голове только мамонты, то топор каменный. Вот, надо тогда разобраться. А что такое мысли? И откуда они приходят? Может, человек это некий приемник? Вот, 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 вот. Очень интересная мысль. Может быть. Повод заставляет нас. Ведь посмотрите, по статистике, в принципе, 90% населения Земли они ничего не придумывают. Они ничего не производят в плане именно идей или ничего не строят согласно своим идеям. Они, наоборот, потребляют то, что дает им 10%. Включая ту же самую там элиту, которую все там так любят костерить. А вот, тем не менее, их еще меньше. Это некая буферная подушка. Вот как, например, космический корабль, оболочка есть у него, там, эти, корпус, там, атмосфера. Но житель самый натуральный, он вообще еще где-то дальше, в центре, там, не один. Не-не-не, смотрите, я сейчас приведу тогда уже на окошках прямо. Вот, давайте возьмем нашу трансляцию сейчас. У нас трансляции 80 человек смотрят ее. Ну, там, 80-90, да, пусть будет 80. Здесь у нас в среднем в линейке, ну, 10 мест, конечно, забиты, но тут люди помалкивают, есть, которые там говорят, тоже будем считать, что их 10%, ну, плюс-минус, опять же. И смотрите, что происходит. Вот те люди, которые сидят в чате, они, чтобы казалось бы проще, да, кликнуть по ссылке, зайти, ну, понятно, мест нету, место можно выделить, что может быть проще, зайти и высказать своим голосом, свои мысли. Тем не менее, люди это не делают. По какой причине? Для меня лично кажется, что это причина просто неуверенности в собственных мыслях и боязнь, что сразу накинуться, как любят говорить, тролли-тролли, на самом деле задать вопросы по существу, на которые у человека не будет ответа. И поэтому они остаются в чате или остаются с выключенным микрофоном, несмотря на то, что они, допустим, не согласны. Вот в данном случае со мной, да, кто-то уже 100% не согласен. Почему такие люди не выходят на диалог? Это потому, что у них в голове парадигма потребления. И есть люди, у которых парадигма созидания. Да, в той или иной мере выраженная. Опять же, что вот заставляет Ацуковского вместо того, чтобы копать огурцы на огороде, заниматься наукой? Вот что? Он же тоже мог бы огурцы выращивать и внуков гонять. Ну, мое мнение, дело в том, что есть еще такое в человеке, как тщеславие. Хочется как-то себя прославить именно в этой категории. Там переклинило когда-то в детстве что-то, потому что есть люди, которые хотят выращивать огурцы и на этом как бы прославиться. А вообще причина в том, чтобы вот, ну, как бы, больше сферы влияния своей ментальностью ну, как бы расширить это. Вот. Ну, есть еще шило в заднице, вот, которое покою не дает. Вот. А это именно это. Точно. Вот. Вот это есть просто, так сказать, некое, ну, назовем это как любопытство, так сказать, в простейшей форме это любопытство, потом любознательность какая-то, а потом, ну, допустим, какая-то созидательность. Иногда полезно, иногда нет. Михаил, тогда рассмотрим эволюцию. Вот кошки любопытны существа. И многое из-за любопытства очень гибнут. Ну, почему-то они любопытны. Может быть, где-то, когда-то на заре эволюции такой, вот, были попытки любопытства, любопытства, но это любопытство привело к тому, что дало роду некие преференции. Обязательно. Обязательно. И поэтому оно имеет место быть. Да, гибнут на этих, ну, любопытство какое-то, оно может быть ни к чему, ни к чему, но в один момент оно выстреливает и продвигает все. как обезьяна взяла палку или любопытно что-то было. Бах, попало по плоду. Бах, там разбило кому-то череп. Ну, электричество, сколько, сколько электричества погубило народу. Друзья, у нас вопрос с Ютуба к Юрию Николаевичу. Всем привет. Меня зовут Гурин Александр. Вот и не так давно мы беседовали насчет моего устройства космический компас и Юрий Николаевич предложил мне посмотреть его работу, которую он проделал в презентации. Ну, вот и я хочу у него спросить и правильно ли я помню его работу и, соответственно, объяснить, как я ее понял. Вот в нем в работе тот же интерферометр Майкельсона и в него запускают стоячую волну. Соответственно, эта стоячая волна, она начинает изменяться при вращении интерферометра. Правильно? Значит, это доказывает, что эта стоячая волна, она подвержена действию эфира. То есть, мы видим искривление стоячей волны. То есть, если свет у нас по всем направлениям не увлекается эфирным ветром, значит, изменения стоячей волны не должно бы быть. Но оно происходит. То есть, я хочу узнать, я правильно понимаю, так или нет, Юрий Николаевич? Или он? Александр, у нас сегодня несколько другой уклон, да, в плане темы. Ну, это по поводу эфира, то есть, эфирный ветер существует или нет. вот мы у нас же был доклад про эфирный я в эту тему хочу вопрогать. Пусть Александр ответит, конечно. Да, вопрос коррекции. Хорошо. Попробую отвезти. Нет, я правильно вспомнил или нет вашу работу доказательства эфирного ветра? Угу.